Прирожденный следователь. Так друзья и знакомые привыкли говорить об Иване Тимофеевиче Попове, отмечающем в эти дни 90-летний юбилей. О его работе в органах прокуратуры ходят легенды. Раскрыть за месяц 7-8 уголовных дел для него было обычной нормой. Причастен Попов был и к самому нашумевшему расследованию в области. Подробностью Романа Четверякова. Его медаль, он ее хранит отдельно. Медаль за отвагу. Эта боевая награда слишком дорога для Ивана Попова. У его воспоминания о войне особая историческая ценность. Призванный в армию в 40-м году он очутился в Западной Белоруссии. Буквально в нескольких километрах от границы, где уже была слышна немецкая речь и рев моторов. Германия готовилась к войне, предчувствие которой витало и в солдатских казармах противотанкового полка, где служил Попов. В первые дни Великой Отечественной Попову повезло. Он вышел из окружения и воевал до зимы 43-го, когда был тяжело ранен под Смоленском. После победы вернулся на родину. От должности директора школы-интерната Попов отказался. По совету товарищей пошел учиться на юриста. Так судьба свела с прокуратурой. На первых порах как следователь Попов расследовал различные преступления. Чем больше становился его стаж, тем более серьезные дела стали ему доверять. То есть могли в любое время, даже во время праздников прибегать дежурные милиции, все поехали, там происшествия. Ну, в выходные праздники это, то есть никакой роли не играло. Ночь, полночи там это. Вот так же в спешном порядке Попова подключили к делу о взрыве на стадионе трудовые резервы. Следственные действия забросили его в Ставрополь, в мастерские, где изготавливалась пиротехника для шоу в Кирове. Увиденный там беспорядок моментально пролил свет на причины трагедии. Ярстак у них, стол вроде ярстака, они тут отбирали взыщатые, динамит, порох дымный. Все это у них смешно было рассыпано тут, на полу. Ну, столько нарушений там, я не знаю. Это честное слово. Работе в прокуратуре Иван Попов отдал Безмалова 37 лет. Работал на совесть, о чем говорят, три десятка поощрений в трудовой книжке и многочисленные положительные характеристики. Родные говорят, может не случайно он родился 10 ноября, в профессиональный праздник всех сотрудников внутренних дел, для которых Иван Попов был и остается уникальным человеком. Роман Четверяков, Вячеслав Голиков, Вести Кировская область.